Здравствуйте! Студенты технического университета вот уже третий год обучают людей старшего поколения компьютерной грамотности. На реализацию данной программы выделен краевой грант. Сегодня у нас в гостях начальник управления внеучебной работы Алтайского государственного технического университета Иван Владимирович Огнев. Здравствуйте, Иван Владимирович! Добрый день! Третий год эта программа реализуется. Получается, что она достаточно популярная? Да, она достаточно востребована. Люди уже интересуются. Причем она же у нас как пилотный проект шла. Сначала это именно азы компьютерной грамотности были. А сегодня те люди, которые прошли уже эти курсы, хотели бы продолжения. Вот мы сейчас думаем даже, чтобы расширить и углубить, может быть, так. А много людей ходят? И вообще каким образом вы находите себе, ну скажем так, участников этой программы? Через советы и комитеты ветеранов, союз пенсионеров, то есть через общественные организации, через территориальное общественное самоуправление. Вот так люди записываются и попадают на эти курсы. Но одна группа – это примерно 15-20 человек. Больше достаточно сложно работать, потому что люди старшего поколения, они требуют индивидуального подхода. И наши студенты находят такой подход. Ну а вообще направления какие? Первое – это социальные сети. Ну понятно, что сначала включить компьютер, войти в интернет и так далее. Одноклассники зарегистрироваться. Да, зарегистрироваться, регистрируем. Они активно достаточно общаются, находят родственников, знакомых, одноклассников, очень за это благодарны. Но это, конечно, не самое главное. Второй блок – это портал госуслуги. Как талончик получить к врачу? Кабинеты везде. Да, это очень даже востребовано. И сегодня они активно, ну, конечно, когда удаленный доступ у тебя есть, и ты легко и просто из дома все вопросы решаешь, это, конечно, здорово. Поэтому проект востребован, я думаю, что он будет развиваться. А студенты со всех факультетов, и это добровольно, либо, допустим, добровольно, принудительно? А нет, это добровольцы. Но у нас есть какие направления подготовки, связанные с информационными технологиями, вот именно эти студенты, и с педагогикой. То есть у нас есть производственное обучение, да, они будущие педагоги информатики, ну, сам Бог велел им этим заниматься. То есть они это с удовольствием делают, для них это мощная практика. Люди старшего поколения, вот, поточнее, возрастной, скажем так, критерий разный. Ой, вы знаете, я не могу, мы, конечно, приезжаем, но это уже за 80 лет. Есть такие у вас? Да, есть такие. И вы знаете, они очень активны, они ничем не уступают, не отстают. Но есть и вторая крайность, когда люди, работающие, трудоспособное население, тоже просятся. Но мы не отказываем, с одной стороны, но с другой стороны, все-таки мы ориентированы на более старшее поколение. Грант сложно было получить? Ну, даже не знаю, как вам сказать, сложно или нет. Мы его получили, получили без каких-либо вот таких проблем, да, потому что тема интересная, она такая, ну, вообще федеральная даже сегодня. И поэтому мы получили, очень благодарны, конечно. Ну, получается, у вас только Барнаульцы, конечно же. Да, только Барнаульцы. Краевы не сможете охватить, да. Но актуальность, я думаю, что люди понимать должны и в других, да, городах. Вот, возможно, в других городах тоже проводить что-то такое? Конечно. Ну, вообще, такого рода деятельность ведется. И Пенсионный фонд России проводит, и органы соцзащиты проводят. То есть есть эти проекты. Но понятно, что охват же огромный, требуется сегодня. Конечно, у нас территория огромная, и сельских очень много районов. Да, безусловно, работают все в этих направлениях. Я думаю, что любой, кто будет подключаться к этому проекту, он найдет свою аудиторию. Но мы сейчас думаем над тем, чтобы расширить. У нас же есть филиалы, во-первых, Бийские, Рубсовские. Во-вторых, у нас ресурсные центры по всему краю. Вот мы думаем, насколько это возможно, расширить проект. Студенты, тоже мне любопытно, они довольны этой работой? И много ли ребят откликаются? Потому что, ну, понятно, что сейчас времена у нас меркантильные, да, прагматичные. Вот, там, я не знаю, бесплатно там заниматься, там, с пенсионерами, может быть, не всем это интересно. Ну, грантовая поддержка, она позволяет некое... То есть, какую-то денежку можно заполнить, да? Да, некое стимулирование. Но до этого без всякого гранта они делали с большим удовольствием. Это для них опыт. И, конечно же, вот мы на открытии и на закрытии приезжаем, и ректор нашего вуза, и я, вот, бываем на таких мероприятиях. Вы знаете, когда закрытие идет, и когда люди благодарят вот этих ребят, ну, там, практически чуть ли не до слез, что вот вы наши, так сказать, вот с нами столько терпения, вам нужно и прочее. Мне кажется, это тоже моральное стимулирование, тоже хорошая вещь. Да, приятно, конечно. Благодарные, когда благодарные люди, это здорово. А какие-то, не знаю, сертификаты получают? Ну, это, конечно, не важно, но, тем не менее, это приятно, да, людям? Конечно, сертификат обязательно выдается, все, с подписями, с печатью, все как нужно, да. На следующий год вы думаете продолжать вообще этот проект, или он, в принципе, бессрочный, или все-таки вы каждый год его продляете? Ну, фактически, на сегодняшний момент, я бы так сказал, несмотря на то, что вот получим мы грант или не получим, мы будем продолжать этот проект. Я думаю, что это правильно. Ну, и он общественный, да, тогда, то есть, в общем-то. Да, он общественно значимый, и он расширяется, люди уже из уст в уста передают, поэтому, ну, наверное, сложно тут уже, это даже наш имидж, поэтому будем продолжать. Ну, на самом деле. Кроме этой программы, какие-то еще программы студенты у вас организуют? Да, студенты очень активные, добровольческое движение развивается, вот, часто говорят, вот, и да вы даже сказали про меркантильные интересы и так далее. Да, к сожалению, да. Но, ну, вот, понимаете, не все все-таки сегодня мерится финансовым ресурсом, но несколько проектов вот назову, допустим, есть большой проект, он в течение года идет, мы подшефные у нас детские дома, троицкие и топчихинские детские дома. И ребята собирают вещи, собирают различные, там, игровые комплексы, что ли, не знаю, как сказать, настольные игры, да, и так далее. И делают интересную очень программу под Новый год, как правило, и в мае. В мае она проходит, ну, на открытом пространстве, а вот под Новый год это, естественно, в помещениях. И большую делают программу творческую, играют с детьми, общаются, то есть, чтобы дети понимали, что они часть общества, да, несмотря на то, что вот они в детском доме воспитываются. Вот, например, такой проект. Есть проект в области спорта, очень интересный, дворовый тренер. Вот буквально три недели сейчас они этим занимались, зимний дворовый тренер, а летом будет летний. Летом, это в каникулярное время, не все же ребятишки уезжают из города, а кто-то остается. И вот уже они знают, потому что из года в год этот проект идет. Но там, правда, есть нюансы. Профессиональные преподаватели ведут, а студенты, они как добровольцы помогают. То есть, ну, площадки различные, старты веселые и так далее проводят. То есть, вот, допустим, такой проект. И таких проектов достаточно много. Студенты откликаются и с удовольствием, да, участвуют. Ну, вот опять же, если вернуться к этой теме, да, меркантильности и прагматичности, мы, может быть, и зря ругаем это поколение, да? Получается, что ребята готовы работать на общественных началах, причем действительно это им нравится. Ну, наверное, должен быть баланс. Наверное, и то, и другое должно быть. Но без добровольчества, это, пожалуй, наверное, во всем мире так, не бывает больше ничего. То есть, гражданином не станешь, если ты не был добровольцем. Поэтому, безусловно, те, кто находятся в студенческом активе, они, вот не главная для них это финансовая составляющая. Однако, впоследствии и она должна присутствовать. Поэтому, вот, коммуникабельность, те качества, которые они получают в рамках реализации проекта, добровольчество, уважение к старшему поколению и так далее, это, безусловно, им потом пригодится. Я думаю, что это даст свою финансовую отдачу впоследствии. А вот кроме социальных, добровольческих, может быть, какие-то научные, вот тоже такие есть, вот программы в научебной готовности? Ну, вот у нас, например, сейчас интересный проект достаточно будет. Это и студенты задействованы, и школьники, что самое интересное, в области вот IT-технологий и робототехники. То есть, ну, своего рода кружки научные, если так по-старому назовем, вот будем создавать некую такую школу на базе политеха. И уже сегодня есть интерес большой. И, кстати говоря, вот такая неожиданность, мы буквально недавно с детского сада люди подошли, заведующие, значит, воспитатели говорят, а у нас, между прочим, есть некие комплексы, которые похожи вот на робота. Вот, может быть, вы посмотрите, преподавателя нам направите. Ну, вот ректор согласился, направим преподавателя, разберемся, что у них там за комплексы и так далее. Вот, понимаете, вроде бы, куда там, а вот уже с детского сада сегодня. Я думаю, что это правильно, если молодежь будет приобщаться к космонавтике, у нас есть очень интересные проекты по космонавтике, к робототехнике, я думаю, что и страна будет развиваться. Мы же технари, я думаю, база, это очень хорошо. Ну, как говорится, удачи вам. Спасибо. И до новых встреч. Спасибо вам за содержательную беседу. Спасибо. Спасибо, до свидания. Я напоминаю, что у нас в гостях был начальник управления внеучебной работы Алтайского государственного технического университета Иван Владимирович Вогнев. Спасибо за внимание и до встречи. Спасибо.